Музыка Александр Гнездилов с музыкальными инструментами уже давно на «ты» В его умелых руках начинает звучать даже самый старый и безнадежный Мужчина не просто музыкант, часть его музыкального богатства он сделал своими руками Часто ездили в Москву, выступали и там выбирали новые инструменты для оркестра Я присматривался, внутреннее устройство инструментов я знал, естественно, потому что разбирал, ремонтировал И вот что меня подтолкнуло, то что пословица «Не боги горшки обжигают» Вот почему у них получается, может быть мне попробовать? Сначала сделал тапшур, следом взялся за арфу Со временем отремонтировал и создал столько инструментов, что хватило на целый музей Раньше представлял экспонаты в городе мастеров, но после реконструкции пришлось съехать Пока руководство одного из магазинов Барнаула не предложило расположиться прямо в торговом зале На тот момент магазин был только на плане открытия Небольшое помещение, пустовало, грубо говоря Решили предложить что-то такое, совместить Музыка, это всегда интересно Сначала в магазине появилась фортепиано Кстати, сыграть может любой желающий Теперь у барнаульцев будет возможность попробовать разную музыку Сыграть на струнных, ударных, клавишных и духовых Для детей на открытии Александр проведет мастер-класс по любому понравившемуся инструменту Вот любой инструмент, они захотят в руках подержать Берет, я показываю игру на этом инструменте Буквально за несколько минут можно чему-то научиться Открытие музыкального музея пройдет 26 марта по улице Шумакова, 46 Гостей ждут в 14.00 на втором этаже торгового центра София Ценко, Вадим Быстревский, День с толком Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому